Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И начинаются у нас с вами важные времена. Совсем скоро, 1 сентября, начинается новый учебный год. Да и вообще, у многих людей заканчивается отпуск и начинается новый сезон. Но, конечно же, многое из того, что не состоялось в этом году весной, плавно переносится на осень. А что именно, мы узнаем с вами сегодня от наших гостей. Это исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Люберцы Владимир Головодский. Здравствуйте! Здравствуйте! И директор 1-й гимназии городского округа Люберцы Наталья Соловьева. Здравствуйте! Добрый день! Вот, насколько я понимаю, у нас сегодня речь пойдет о всероссийской акции, которая называется «Диктант Победы». Правильно? Правильно. Вот, планировалась она в этом году, вот еще до пандемии, правильно? Да, 24 апреля она планировалась, эта акция. Но если здесь пандемии, вот пришлось перенести. И было принято решение ее провести 3 сентября этого вот года. Ага, теперь у нас 3 сентября, это день окончания Второй мировой войны. Да, 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 приурочено как раз к этой дате. Ну, то есть, как и обещал президент, что все, что у нас было запланировано, но в силу ряда причин состоялось, мы все проведем в то или иное время. И вот в данном случае речь идет у нас о диктанте. Наталья Николаевна, скажите, вот диктантов много всяких разных. Чем «Диктант Победы» отличается от обычного диктанта? Диктант Победы – это такой всероссийский исторический проект, в котором может принять участие абсолютно любой желающий. А, то есть не обязательно только школьник, например? Нет, абсолютно любой желающий, который хочет проверить свои знания в истории, именно в мероприятиях, которые были в Великой Отечественной войне, зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф, подать заявление, выбрать для себя удобную площадку и принять участие. Чем он отличается от других диктантов? Этот диктант Победы, целью этого мероприятия является, ну, как можно сказать... С помощью, так сказать, диктанта, с помощью подхода чисто, ну, скажем так, профессионального с точки зрения написания раскрываются какие-то истории. Это привлечение широких масс к изучению истории Великой Отечественной войны и повышения грамотности исторической. Ну, понятие, о чем говорю? Что диктант – это все-таки вещь, которая диктуется, и ты пишешь. Твоя задача – написать это все без ошибок. Если бы речь шла об изложении, вот я вспоминаю просто свои годы, что я, например, изложение не очень любил, а диктант мне больше нравился, потому что, ну, как-то вот, даже если не знаешь, где правильно там букву какую-то внимательно послушаешь, значит, преподавателя, и все-таки напишешь, ну, правильно. А изложение – это уже другая история. Вот здесь идет речь, что берутся какие-то... Текст один или он разный? На самом деле это не диктант. Это тест, который будет состоять из 25 вопросов, 20 из них, которые будут федерального уровня, и 5 вопросов регионального уровня. Вот. Диктант этот пишет 45 минут, и уже участник этого мероприятия с помощью своих исторических знаний показывает, насколько он глубоко знает события Великой Отечественной войны. То есть это, грубо говоря, такой мини-единый экзамен для всех желающих, то есть это не диктант в том смысле, что диктуется текст, и ты должен записать. Понятно. Просто название диктанта. Вот, видите, мы выяснили. Скажите, пожалуйста, вот я сейчас обращаюсь к Владимиру Андреевичу, но ведь история этого диктанта, она ведь не в первый раз он проводится? Нет, это второй раз. Первый раз она проводилась 7 мая 2019 года, но тогда площадок было мало. В нашем городском округе была площадка только в 44-й гимназии, и там тоже принимали участие разные категории людей. Это и ученики, и учителя, рабочие, служащие, административные работники. Ну, кто пожелал, тот и принимал участие. Вот, сейчас эта география расширена. У нас сейчас будет в городском округе 45 точек. Это в основном, конечно, муниципальные учреждения, школы, гимназии, лицеи. Ну, скажем так, на их базе. На их базе. И одна точка у нас как бы центральная будет, это наш выставочный комплекс, называется «Картина-галерея». Здесь будет, ну, я так думаю, что человек 100, наверное, будет писать диктант. Хорошо. И вот такой вопрос сразу же. То есть, начало все одновременно происходит, я имею в виду, ну, какой-то старт дается. Все одновременно пишут или он в несколько этапов? Нет. Регистрация проводится 3 сентября в 12.00. На местах уже. И начало диктанта регистрировался. И начало диктанта в 14.00. Регистрация проводится через сайт. Через сайт человек должен зайти, выбрать, где он, как он вместе хочет писать, то ли это в Красково, то ли Малаховка. Вот. И регистрируется. Потом приходит... На место? На место. Голосуют. Но есть еще нюанс такой, что человек может и не зарегистрироваться, но прийти тоже написать. Ага. То есть, в последнюю минуту и так далее. Да, может прийти, это есть такое право, может написать. Хорошо. Наталья, скажите, пожалуйста, а кто будет оценивать? И вообще, как-то будут эти вот собираться все диктанты, кто-то их будет проверять? Или там просто вот опять же по системе экзамена правильно-неправильно? Если это тест. Да, это тест, оцениваться они будут. Вот эти работы, как мы и делаем в общеобразовательных организациях, когда мы пишем ВПР, РДР или ЕГЭ, они сканируются и отправляются в РЦОИ. Каждому участнику данного мероприятия будет выдан диплом. О, участника. Да, именной диплом с указанием тех баллов, количество баллов, которые он получит. И на региональном уровне будут выбраны три победителя, и на федеральном уровне также будут определены победители. И, наверное, еще какие-то дополнительные подарки. Да, еще подарки. Еще подарки. Да, но подарки. Есть еще один нюанс такой. Те ученики, выпускники, скажем, 11 классом, кто наберет 100 баллов, то есть полностью выполнит задание, они при поступлении будут иметь плюс 5 баллов. Ну вот с этого и надо было начинать. Это такая вот хорошая инициатива, я думаю. То есть они уже перейдут на следующий год, на год поступления, потому что... Да, это как Олимпиада считается. Понятно. И у меня такой вопрос по поводу мест. Вот вы говорите, 100 человек придет, а как они там все поместятся, все это будет нормально? Ну, если мы берем конкретную школу, то, естественно, ни в одном классе будет писаться. Будет социальная дистанция соблюдена, и все меры предосторожности. Ну, во-первых, на входе каждому будут выдаваться индивидуальные средства защиты. Так, почти как на выборах. Почти как на выборах. Вот. Люди будут рассаживаться, соответственно, социальной дистанцией. 4-5 классов будет. Сколько понадобится, столько будет классов. И еще один такой нюанс, что ученики будут изолированы от других, которые будут зарегистрированы, придут. То есть ученики будут в одном, скажем, классе, да? А те, кто зарегистрировался, с улицы, скажем так, от пришел, те будут в другом, чтобы ограничить наших учеников от... Хорошо. Наталья, а сколько вопросов? Напомните нам, пожалуйста. 25 вопросов содержит этот тест. То есть всего 25? 25. А каждый вопрос, ну, например, как выглядит какой-то примерный вопрос? Часть 2-3, это тестовые вопросы и 4 ответа. И есть те вопросы, которые требуют раскрытого ответа, где нужно будет написать... А, где как раз надо быть. Ну, то есть может быть вопрос, когда закончилась Вторая мировая война, например, да? Или когда закончилась Великая Отечественная война. Разница, мы знаем, существует. Или там, когда прошел первый парад победы. Вот, все будут думать, что 9-м, на самом деле, ну, если не считать Берлинского парада победы, то он прошел 24 июня. В этом году мы об этом вспомнили и узнали хорошо. Каковы результаты? Ну, вот вам будет возможность сравнить, да? Наверное, остались материалы по 44-й гимназии, как тогда писали. Вот, в дальнейшем, все эти опубликованные работы для... Вернее, все, кто эти работы будет делать, куда они дальше пойдут? Они как-то будут храниться? Что вот они дадут ребятам, которые их напишут? Ну, те, кто выиграют, мы понимаем, они получают дополнительные баллы. А этим ребятам куда-то это пойдет в зачет, может быть, во время учебного процесса? Ну, конечно, мы эти результаты обязательно учтем, когда будем подводить и четвертные итоги, полугодовые итоги. И, ну, в первую очередь, это пойдет в зачет человеку и самому ребенку. Ведь очень важно, когда ты выполняешь работу не на оценку, и перед тобой не стоит преподаватель, который требует определенного результата. Это, в первую очередь, оценка для самого себя. Насколько ты знаешь события Великой Отечественной войны. То есть этот диктант спокойный, свободный, открытый, что не стоит перед тобой необходимость набрать баллов, ну, кроме, как мы знаем. Ну, хорошо ответишь, значит, есть такой шанс, что от этого не зависит твое поступление. А уж, как мы сказали, люди, которые не ученики и придут, для них это вообще просто, я бы даже так сказал, приятное историческое развлечение. Сейчас истории люди увлекаются и так далее. А вот смотрите, по статистике, в прошлом году писала диктант 50 человек. Из них 4 победителя на региональном уровне. Вот видите-ка, ну, теперь надо же на федеральном уровне. Вот, кстати, Владимир Андреевич, а сколько будет у нас участвовать, вы говорите, что у нас будет федеральный уровень, есть какая-то информация? По всей стране это будет проходить или как? Да, по всей стране будет. В один день. В один день будет проходить. Ну, я скажу, по нашему городскому округу, мы планируем где-то до 4500 человек. Места готовим на вот эти. По факту, сколько придет, мы потом уже разберемся. Но мы планируем вот такие 4500. Ну, и забегая сразу же вперед, в следующем году, я надеюсь, что у нас уже будет традиционное число проведения, то есть эта акция все-таки будет такой ежегодной, да, и будет проходить, и вопросы там меняются, или они приблизительно одинаковые остаются? Да, нет, будет меняться, если есть это. Наталья Николаевна, расскажите, пожалуйста, ну, для того, чтобы написать этот диктант, вот эту учебную работу, я бы так сказал, потому что даже если человеку будет гораздо больше лет, чем ученикам, все равно мы же учимся всю жизнь, правильно? Конечно. Вот что для подготовки нужно? Какие нужно материалы, может быть, почитать, посмотреть? Вот, знаете, как любой же студент и ученик, он же пытается шпаргалки какие-то написать, но так как шпаргалок мы не предусматриваем, но заранее ему же надо подготовиться. Наверное, одной энциклопедии мало почитать? Мы говорим сейчас про ученика или любого желающего? Про любого желающего и про ученика. Разделим на две части. Вы знаете, буквально вчера читала статью, и любой желающий, конечно, может воспользоваться любой справочной информацией. На сам диктант победы, к сожалению, нельзя приносить никакие книги, учебники, информационные материалы или гаджеты. То есть мы приходим только со своими знаниями. Воспользоваться участники могут абсолютно любой литературой, если они хотят какие-то знания подтянуть или вспомнить, если они у них там запылились на полке, залежались. Но вчера читала одну статью, и девушка пишет, как участник этой акции в том году, она пишет, что она принципиально не брала в руки перед диктантом победы никакие справочники для того, чтобы реально оценить свои знания по событиям Великой Отечественной войны. Поэтому здесь нужно понимать, с какой целью и какой участник пришел на это мероприятие. Если это заветные 5 баллов для поступления в высшее учебное заведение, тогда, наверное, поможет вся литература. Если просто узнать свой уровень подготовки, тогда достаточно тех знаний, которые есть у человека. Хорошо, мы сейчас еще вернемся к этому вопросу, сделаем небольшую паузу. Напомню, что речь у нас сегодня идет о всероссийской акции «Диктант победы», которая пройдет в этом году, 3 сентября. Вернемся в студию. Напомню вам, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас в гостях исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Люберца Владимир Веловодский и директор 1-й гимназии городского округа Люберца Наталья Соловьева. Говорим мы сегодня о всероссийской акции «Диктант победы», которая в этом году пройдет в день окончания Второй мировой войны, 3 сентября 2020 года. И этот диктант будет писаться всеми желающими, не только учениками школ, гимназий и других учебных заведений, но и любым желающим, о чем мы говорили в первой части нашей программы. Кто является организатором вот этого всероссийской акции и кто? Потому что все-таки нужно предоставить места, нужно разработать материал, наверное, как-то это распечатать или как в электронном виде сделать. То есть проделана большая работа. Вот кто, Наталья? Организаторами всероссийской исторической акции является российское военно-историческое общество. Организаторами также является партия «Единая Россия» и волонтеры «Победы». Действительно проделана большая работа, за что мы благодарны. Ребята наши с удовольствием, старшеклассники будут участвовать в этом мероприятии. Каждому участнику будет выдан индивидуальный комплект, то есть индивидуальный тест на протяжении 45 минут, где он будет отвечать на вопросы и бланк ответов. И за 15 минут до начала мероприятия будет проведен в каждом кабинете инструктаж. А что будет входить в инструктаж? А заполнение бланков, будет оговорено время, техническая часть. А я думал, за 15 минут быстренько об истории расскажут. Знаете, как тут набросают несколько фактов. Судя по прошлогоднему диктанту, по мнению писавших, самое сложное было это заполнить как раз бланк. Кто он, чего. Самое сложное было. Некоторые же не писали ни ДГ, ничего. И поэтому очень было сложно писать. Кстати, это тоже интересный такой момент для многих взрослых людей, которые не сталкивались с этими ощущениями наших детей, когда они сдают экзамен. Тоже интересно почувствовать себя в этой ситуации. Потому что они сказали, бедные наши дети. Как им тяжело сейчас. Но для этого 15-минутный инструктаж нужно. Но дети-то они чуть-чуть быстрее думают, поэтому они продвинутее. Я бы так сказал, может быть, не совсем на русском языке. Хорошо, продолжим дальше. Значит, с организаторами понятно. Понятно с акцией. Скажите, проводится она именно в Российской Федерации? Или кто-то будет принимать участие за пределами? В каких-то, может быть, посольствах? В прошлом году, если мне не изменяет память, 25 других стран проводили в посольствах. В этом году мы посмотрим, сколько будет принимать. В прошлом году много. Хорошо, Наталья Николаевна, вернемся к технологии. 15 минут инструктаж, 45 минут на то, чтобы все прочесть, ответить, запомнить, не ошибиться. Но вот вдруг возникает у ребенка или, скорее всего, у взрослого вопрос. Вот у меня там есть ответ, что там, не знаю, вариант первый. Но чего-то случайно неправильно написал. То есть во время этого. Как-то можно это исправить? Могут как-то помочь в этом? Вот как я сейчас говорю о неких технических вещах. Почему? Потому что это дело серьезное. И знаете, как бывает, человек все правильно написал, а по цифрам, как я мог написать такое? Ну, чисто технически, как и на проведении ЕГЭ, конечно, человек может зачеркнуть неправильный ответ и вписать тот ответ, который он читает правильно. А вы там заверите. Это все технически предусмотрено. Все понимают, и волнение, и спешка, 45 минут. Все-таки на самом деле это очень маленький промежуток времени. Какой все-таки период истории берется? Берется Вторая мировая война полностью, целиком? Или берется Великая Отечественная война? Или берутся какие-то еще факты до войны, когда только, к сожалению, все это начиналось? Либо уже после войны. Какой период попадает в этот диктант? Ну, по опыту предыдущих акций, предыдущей акции? Здесь большинство вопросов, конечно, будет посвящено Великой Отечественной войне. Большинство. Сейчас какие-то еще вопросы, мы и сами не знаем, что пришлют, какие задания. Я пытался из них сейчас вытащить. Мы это не знаем, потому что по закрытой линии придут, и перед самым началом распечатываем мы задания и вручаем. Поэтому здесь могут быть, я подозреваю, что могут быть и другие вопросы. Я так понимаю, что будут, например, какие-то вопросы про битва за Москву, какой-то вопрос, Курская битва, битва за Днепр, не знаю, там, Берлинская операция. То есть все будет разложено, и задача ответить. И еще вот тут важный момент. Помимо тех вопросов, где нужно расширенную версию, то есть можно будет ответить, именно будут варианты ответов написаны. Вот с точки зрения преподавателя, я вот сейчас Наталью Николаевну хочу спросить, это помогает все-таки, когда у тебя есть из четырех ответов один правильный? Или это иногда все-таки запутывает? Вы знаете, здесь по опыту моей педагогической деятельности все очень индивидуально. В 11 классе у меня учатся, в этом 11 классе, замечательные девочки, которые там идут у нас на золотую медаль, прекрасные дают ответы, пишут сочинения, изложения, а тесты пишут на три. Они не понимают, как можно вот в таком широком вопросе поставить одну галочку, или там им хочется кучу всего написать. А и то, и то подходит. Кому-то тест просто вообще как форма знаний, применения своих знаний не подходит, так кто-то справляется и наугад, и получается пятерка. Поэтому это все индивидуально, кто привык к какой работе. Все эти материалы, все, что будет написано, отправляется в некий центр, правильно? Да, для обработки. Да, и кто будет обрабатывать, кто эти люди, где это будет обрабатывать? Это тоже тайна какая-то, секрет? Ну, есть центр определенный, где они будут обрабатываться, и будут выявлены победители. Естественно, ни один человек, который будет писать диктант, не останется без внимания, без диплома, без других. Будут грамоты оригинального уровня, и местного уровня будут грамоты для всех. Вот, поэтому мы думаем, что, да, еще в этот же день от нас едет делегация в Крокус-Сити, 80 человек, где должен быть установлен рекорд России, 1418 человек должны собрать для написания этого диктанта. По количеству дней войны, 1418. И там тоже для участников предусмотрены и призы, будут разыгрываться, и какие-то еще поощрительные меры. Это от нас 80? 80. И мы сейчас, если честно сказать, мы готовим хорошую команду. Понятно, специально. Тут-то, наверное, без учебников-то не обойдется делом. Готовим команду, действительно, тех людей, которые могут показать уровень образования нашего городского уровня. То есть диктант будет здесь, на многих площадках, и еще отдельно едет специальная команда для участия в этом, в таком показательном мероприятии, да, которое будет проходить. Хорошо. Еще такой вопрос. Как быстро можно будет узнать результаты? Будет на сайте как-то это опубликовано? Ну, вот, закончили писать диктант, если 45 минут, к концу дня-то уже хотелось бы получить результаты, чтобы я знал еще до того, как мне придет, что вы там ошиблись или еще что-то. Я понимаю, вот здесь я... Вы знаете, это все-таки мероприятие такое общественное. И будут... Таких результатов не будет опубликовано кто, чего, как. Будут опубликованы и выявлены только победители. Ага. Только победители. Ну, чтобы было приятно. Я понял, что было приятно. Поэтому это же все-таки неофициально такое мероприятие. Хорошо. Наталья Николаевна, скажите, вот по вашему преподавательскому опыту, вот, все-таки это даже в какой-то степени, ну, такое мероприятие, даже на квест как-то немножечко похоже, да, что сейчас, в общем-то, на мой взгляд, и хорошо, потому что новые формы, самые разные и так далее. Вот, и тут не надо ничего бояться. Ну, от этого, правда, ничего зависит. Ждать ли нам еще каких-то новых подходов, вот, не только там диктант победы, и мы знаем, что и диктанты по русскому языку пишутся на знания языка, посвященные самым разным нашим деятелям. Но вот эта форма вам нравится вообще, как способ работы с учениками, в данном случае с учениками? Да, эта форма нам очень нравится. Педагоги изучили этот проект. И, вы знаете, ребята отнеслись, когда мы им сказали об этом, собирали их на классные часы, с большим энтузиазмом. Это не лекция, это не изложение или сухой диктант, который мы привыкли писать на учебных занятиях. Это что-то интересное, и там можно реально показать все свои знания, которые они имеют по истории. И потом можно это обсудить. Дано 45 минут, выполняешь задание, выходишь из кабинета, как сказал Владимир Андреевич, там у нас действительно будет соблюдена социальная дистанция, в кабинете будет сидеть там не более 10 человек, все зависит от площади самого кабинета. И ребята с удовольствием будут принимать участие в этом диктанте. 11-классники и те ребята, которые в 9-х классах написали уже ОГЭ по истории, сегодня обучаются в 10-х классах, тоже изъявили желание написать участие. То есть у детей интерес к этому мероприятию есть. В том году не так много было участников, в этом году много участников, поэтому такая форма даже будет, наверное, нами применяться и на уроки в виде квеста. Просто так, мне кажется, иногда даже, как опять же говоря, молодежным языком, лучше заходит, особенно если в истории все-таки, я помню, что тяжело запоминать некоторые конкретные цифры, даты, это тоже один из элементов. Конечно, неплохо бы суть знать, но без этого тоже не было. У нас, кстати, в этом году тоже такая была Росквиз, игра, Росквиз. Это региональное отделение партии «Единая Россия» организовалось среди сторонников, в том числе участвовала команда «Тлюберец» от партии «Единая Россия», где были несколько преподавателей наших школ. И игра была посвящена и флагу, и другим. Сначала были кустовые игры, потом финал. Мы вышли в финал, и в Коломне был финал, 7 команд было. И что вы думаете, мы заняли первое место в области мазания по этой игре «Росквиз». Там тоже очень было много вопросов, причем разносторонних вопросов, и картинки показывают. То есть подготовленность хорошая. Это очень интересно. И ребята настолько вот это вниклись, что говорят, мы еще будем проводить у себя такие в школах организовательные. Это очень интересно, увлекательно. Наталья Николаевна, а преподаватели какие-то будут участвовать в этом диктанте? Да, все преподаватели. Это же самый сложный момент. А вдруг неправильно написано? Это, наверное, самый интересный момент. Не сложный, а интересный. ЕГЭ мы все умеем писать, ЕГЭ умеем писать, а вот в таком диктанте будем принимать участие впервые. Причем в том году преподаватели первой гимназии уже участвовали. И в этом году хотят повторить это мероприятие. Все преподаватели кафедры истории и общества знаний будут принимать участие в этом диктанте 100%. Итак, 3 сентября 2020 года состоится всероссийская акция «Диктант Победы», которая в этом году будет проходить не на одной площадке, как в прошлом году в городском округе Люберца, а сразу на скольких? На 45 площадках. Можно будет зайти на сайт или партии «Единая Россия», или «Диктант Победы.ру», там посмотреть эти площадки, и зарегистрироваться, и принять участие. Мы призываем всех желающих принять участие в этом диктанте Победы. Ну, а призывают вас это сделать исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Люберца Владимир Андреевич Беловодский и директор первой гимназии городского округа Люберца Наталья Николаевна Соловьева. Спасибо вам огромное. Хорошо написать диктант Победы. Мы должны быть везде первыми, я имею в виду, федеральные. Да, обязательно. Постарайтесь. Ну, а это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. Всего доброго.